КПВО сбили более 8 тысяч самолётов противника. Подразделения противовоздушной обороны, укомплектованные выпускниками училища, надёжно прикрывают воздушное пространство страны. На Красной площади сводный полк воздушно-десантных войск. Право возглавить парадный расчёт предоставлено курсантам Рязанского бывшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Мартелла под руководством начальника училища генерал-майора Анатолия Концевова. За особые заслуги в деле подготовки офицерских кадров училище награждено орденом Суворова и двумя орденами Боевого Красного Знамени. Около 40 лет подряд 331-й гвардейский парашютно-десантный полк завоёвывает право представлять воздушно-десантные войска на Парадах Победы. Во главе парадного расчёта гвардии полковник Александр Немаляй в полку свято чтут память о боевых подвигах ветеранов войны и берут с них пример. По брусчатке Чеканя-Шаг идут десантники 217-го гвардейского ордена Путузова парашютно-десантного полка возглавляет парадный расчёт гвардии полковник Евгений Танкиф. Военнослужащие полка экипированы в современный боевой комплект тракет, представляющий собой индивидуальный модульный комплекс современных средств защиты, связи, навигации и оружия. Проходит полк железнодорожных войск. В состав сводного полка вошли военнослужащие 34-й и 38-й отдельных железнодорожных бригад. Парадные расчёты возглавляют подполковник Владислав Разжимин и полковник Владимир Билайс. В годы войны воины железнодорожники под огнём и бомбами врага обеспечивали бесперебойную доставку техники и материальных средств для нужд фронта. Сегодня современная техника позволяет военным железнодорожникам действовать автономно и в короткие сроки выполнять задачи любой сложности по строительству и ремонту железнодорожных путей, мостов и других объектов. На Красной площади сводный батальон войск радиационной, химической и биологической защиты. Возглавляет парадный строй начальник военной академии имени маршала Тимошенко полковник Игорь Кирилл. В годы войны 28 военнослужащих химических войск стали героями Советского Союза. Проходит парадный строй первой мобильной мозорской бригады. Весной 1986 года её военнослужащие сделали всё возможное, чтобы последствия чернобыльской катастрофы были минимальными. Торжественным маршем проходит парадный расчёт отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского внутренних войск МВД России. Командует парадным расчётом командир дивизии генерал-майор Сергей Захаров. За мужество и успешное выполнение боевых задач дивизия награждена четырьмя боевыми орденами. На главной площади страны парадный расчёт Академии гражданской защиты МЧС России. Возглавляет парадный расчёт начальник Академии генерал-майор Павел Барышев. Сотни тысяч спасённых людей по всему миру с благодарностью вспоминают высочайшую квалификацию и профессионализм российских спасателей. На Красной площади парадный расчёт Московского пограничного института ФСБ России Возглавляет парадный расчёт начальник института генерал-майор Валерий Козлов. Более 80 лет выпускники учебного заведения несут службу по охране рубежей Отечества. Пограничники, как и в 1941 году, готовы первыми встать на защиту любых участков государственной границы. По традиции, право представлять войска Западного военного округа на главной площади страны принадлежит гвардейцам-таманцам. Парадный расчёт 2-й гвардейской мотострелковой таманской дивизии возглавляет гвардии генерал-майор Александр Санчик. В годы войны 34 воина-таманца удостоены звания Героя Советского Союза. 5 стали кавалерами Ордена Славы всех степеней, более 19 тысяч награждены орденами и медалями. Сегодня наследники прославленных героев достойно несут службу и обладевают новыми образцами вооружения и техники. На Красной площади сводный парадный расчёт Военно-технического университета и Вольского высшего военного института материального обеспечения. Его возглавляет начальник университета полковник Сергей Рихель. Из стен этих учебных заведений выходят специалисты, чьи знания и опыт широко используются в войсках при возведении уникальных объектов, эксплуатации автомобильной техники и организации тылового обеспечения. Завершают пешую часть парада «Кремлёвские курсанты». Это название прочно закрепилось за курсантами и выпускниками Московского высшего военного командного училища. Командует парадным расчётом начальник училища генерал-майор Александр Новкин. Осенью 1941 года отдельный курсантский полк встал стеной на пути врага и не дал ему прорваться к Москве. Мужество, героизм и самоотверженность «Вот лучшие черты воспитанников училища». Военные музыканты освобождают Красную площадь для прохождения военной техники. Музыкальное обеспечение парада по традиции возложено на сводный военный оркестр Московского гарнизона. Начинается прохождение парадных расчётов механизированной колонны. В её составе 194 единицы боевой техники времён Великой Отечественной войны и современных образцов вооружения. Право провести историческую часть парада предоставлено военнослужащим прославленной 4-й гвардейской Кантемировской танковой дивизии имени Андропова. На Красной площади легенда Великой Отечественной войны танк Т-34. Во всём мире он признан лучшим средним танком того периода. Колонну Т-34 сменяет парадный расчёт самоходных артиллерийских установок СУ-100. Командует парадным расчётом гвардии старший лейтенант Александр Заводов. На марше современная техника Вооружённых сил Российской Федерации. Открывает прохождение колонна бронеавтомобилей «Тигр» и «Корнет-Д». Возглавляет колонну майор Александр Юрин. Проходит колонна универсальных бронированных автомобилей «Корнет-Д».